Запытание вид Кристины Мироновой. Как Дмитрий Ильич относится к журналистам, которые занимаются пропагандой? Не думаете ли вы, что журналист должен непредвзято подавать информацию, освещать события, а не влиять на них? Вы знаете, я не знаю грань между пропагандой и между болью сердца человеческого, даже если этот человек журналист. Если я журналист, и у меня болит душа за то, что российское государство сотворило с моей родиной, когда я об этом говорю, это пропаганда или это боль моя? Где грань? Можно сказать, он пропагандист, он против российского правительства выступает. А можно сказать, он просто честный человек, которому это болит, который любит свою страну всего лишь. Поэтому граней тут нет. Я не знаю, где эта грань, честно говоря. Ну, тут, видите, вы не знаете, где эта межа, где эта грань. И, с одного боку, та пропаганда – это безсумнівное зло, но, с другой стороны, у нас много кто питает, ось, подсумовывая 5 лет в каденции Петра Порошенко, как же працювало наше Министерство информационной политики. Потому что мы от него ничего не слышали, не видели, но, по сути, оно должно было бы заниматься антипропагандой. Можливо, оно тому так и плохо працювало, чтобы, снова таки, не выкликать крики людей про то, что у нас скрозь пропаганда и необъективная информация. Я не хочу ругать Юрия Стеця, который занимает до сих пор этот пост, хотя просил президента освободить его от исполнения обязанностей. Почему президент этого не сделал, я не знаю. На президента, якщо не помыляются, что такое премьера. Ну, премьера, да, он занимает до сих пор этот пост. Я по двум причинам не буду его критиковать. Первое – он болен, и по-человечески я не хочу бросать камень в его огород. И второе – я видел его во время Первого Майдана в 2004 году, когда Пятый канал был форпостом демократии и правды в стране. Я видел его самоотверженную работу, и я ему очень за нее благодарен, и я не хочу бросать камень в его огород по двум причинам. Но я скажу о министерстве. Министерства нет. Я не чувствую этой работы. Приезжая за границу, я вижу российские пропагандистские каналы. Украинского ни одного не вижу. И многие наши бывшие мигранты, ну, не бывшие, а мигранты, которые приехали из Украины, из других постсоветских республик, в Германию, в Израиль, в США, в Канаду, в Польшу, в Италию, в Испанию, они смотрят только российские пропагандистские каналы. И у них уже мозги на бекрень. У них нет альтернативы. Украина, как государство, должно было создать один, а лучше два, три своих канала, которые бы занимались разъяснительной работой среди русскоязычных иностранцев, проживающих за рубежом. Этого не сделано.